значит это все дело и что для меня вот важно как для священника вы знаете прежде всего она была причем она была причем из этих то есть одни были жюри которые были сильно обижены читайте просто все что писалось о ней я однажды просто я у меня был такой период в моей жизни я просто буду бога я был знаком с этой удивительной женщиной маленькая такая сгорбленная женщина она приехала в москву и попросила помочь ей вот снять помещение для ее работы потому что она видела тогда в россии был начало 90-х столько много бедных она увидела столько много попрошает бедно одетых людей и вот ее сердце оно было тоже принадлежало и русскому народу вы знаете и я помню как пресс стал писать одни восхищались а другие подняли какие-то материалы откопали где-то вот знаете вот компромат у нас есть такой сайт компромат ru накопали там компромата на нее вот видите ей же дарили там дорогие машины у нее сколько там вот миллионные чеки там и так далее только забывали писать дальше правду что она делала что она делала с этим поэтому вы знаете я знаю что многие пасторы к сожалению сами на себя навлекли совершенно справедливую критику то что вы писали своему интервью но я подчеркиваю может быть два три процента максимум если взять за сто процентов всех пастырей евангельского движения у меня есть хороший знакомый который человек которую я очень уважаю митрополит кирилл мы достаточно давно с ним знакомы и как-то однажды я задал ему провокационный вопрос когда вышла очередная статья обо мне ругательная не моим богатство слава богу мои критики мои скажем почитатели но в этой области просто да 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 вот они никогда не писали там моих машинах которых нет моих домах квартир которых нет они писали вот что я там наступаю там какие-то вот скажем продюсионные религиозные принципы да вот в чем они могли меня критиковать исключительно и однажды когда вышла очередная статья вот меня подмывали некоторые мои там друзья ответь ты напиши там и случилось так что мы обедали с митрополитом кирилл и я ему задал вопросы к владыка вот вышла статья очередная против меня игру мои помощники как вот настаиваю чтобы я ответил я вот смотрю на вас выгодно на вторую весьма сложная противоречивая но очень известная своей скажем харизмой своим каким-то движением видением митрополит кирилл очень сложный человек да я спросила а почему вы когда нигде не опубликовали ни одного опровержения на все эти публикации статьи которые были в различных газетах журналах против вас вас назвали там митрополитом алмазным каким еще там не помню это не время бриллиантовым там сигаретно-водочным почему вы ни разу не ответили не говорит владыка есть ездить на востоке да хорошая пословица ее на русский язык перевели не совсем точно одна маленькая деталь и привели так собака лает а караван идет перевод не точен собака лает когда то есть другими словами бы здесь я остановлюсь для моей родной православной церкви делать приумножаем богатство чтобы строились храмы приюты чтобы устроились монастыри чтобы церковь могла иметь социальную возможность социальной работы делать социальную работу то наверное я сам себя простить не смогу я не буду обращать внимание на эти критиков вы знаете может быть это несколько неуважительно к прессе может быть неуважительно к людям которые вот копают конфеты выкапывают о нем да но наверное в этом есть некая своя логика поэтому я допускаю что люди которые которых вы так хорошо сказали в этом интервью никак не отреагируют на ушла я допускаю что может быть те которые будут писать по заказу и реагирует по заказу вот для меня образ пастыря христианина священника сейчас имею ввиду потому что есть христиане миллионеры слава богатство это не порог порог как ты используешь это богатство и был целый собор посвящен у нас москве этой теме богат богатому трудно войти царство божие нет трудно войти в царство божие был сделан такой вот вывод что легко войти в царство божие если богатый будет делиться с бедным богатством но ясно ясно это мы коснулись конечно только верхней части этой горы который как бы столько раз мы с вами хорошо информированы и так полагаю вот в этой теме мы с вами хорошо знаем как живут многие наши пастыри епископы дьяконы живу живу так как им ходится они так так как бог бы хотел бы их видеть но здесь слишком мало таких которых бы бог не хотел видеть и это вот как дает мир моему сердцу да я думаю большинство большинство людей живет более скромно чем вот мы говорили об этом но мы сейчас говорим не о том что хорошо о том что плохо потому что когда а пасторы я там оговорился что я не хочу говорить о других религиях православной церкви других это не мое дело сейчас я говорю только о том что близко мне и поэтому я считаю что эта тема нужная актуальная один человек там написал что я краем глаза увидел что вот а вот михаил маргулисон по американским масштабам живет скромно да скромно как-то он с такой ну не очень с издевкой да не с издевкой а наоборот нет не с ирония он как бы сожалением сказал но я очень обрадовался что вот как бы да скромно потому что это позитивно да ну как бы позитивно но ему почему-то жалко было бы себя же лучше а я мог бы жить лучше если бы очень захотел то вот это было бы для него но не важно это значит мы уже как бы поговорили это очень-очень важная тема она требует продолжения а сейчас совсем о другом сергей васильевич а вы в цепи пели когда-либо и поете сейчас уже знаете на это единственный мой недостаток не пою и пел и не пою нет подпевают подпевают за общим хором но не в микрофон потому что это не говорит о том что у меня медведь на ухо наступил просто у нас такие благословенные певцы музыканты что ну мне право стыдно с моими данными музыкальными мы у бога многом просим а просить об одном лишь надо о любви что все переносит что чужому счастью рада когда любишь легко прощаешь когда любишь не мыслишь слова на обиду не отвечаешь злобным взглядом едким словом милосердий границ не знаешь сердце к жертве всегда готова недостатка не замечаешь не сквернишь другие если любишь совсем не важно что не все тебя понимают да любовь что зажглась однажды негасимым светом сияет и огонь ее ярко светит и о нем говорить не нужно нам его всякий и так заметит там где он там любовь и дружба если я ее проявлений своей жизни не замечаю значит я любви не имею они понаслышке знаю и напрасно просить о многом что по сути одно лишь нужно любви просить больше любви просить у бога но онidge поможет нам в нужнах и напрасно просить о новичке просить о многом что по сути одно лишь нельзя